Сегодня у нас четверг, а как всегда по четвергам в рамках некоммерческого проекта «Браво» у нас в гостях Светлана Лаврова. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Ребята, очень приятно вновь в четверг быть с вами. И сегодня я бы хотела открыть такую, наверное, достаточно наболевшую тему пробужденности, потому что многие спрашивают, а что такое пробужденность, а как к этому прийти, а пробужденные ли вы, а могу ли я дойти, пробужденный ли я. И очень-очень много вопросов именно на эту тему. И почему я ее именно хотела раскрыть, чтобы было понимание не только самой темы пробужденности, но и того, что стоит за этой пробужденностью. Потому что пробужденность — это, в моем понимании, на сегодняшний день, это отправная точка. Это когда ты понимаешь, когда ты оказываешься в другом осознании самого себя, и в этом осознании ты можешь идти уже в другие глубины. Я бы так, наверное, сказала. И тогда я, наверное, начну, что такое пробужденность. То есть есть стадии осознанности, да, осознанность, пробужденность. И те люди, которые более или менее стараются как-то работать со своим физическим телом, работать со своим восприятием, может быть, душевного и духовного мира, это все люди осознанные. То есть я так полагаю, что все люди, которые у нас здесь на канале, это те люди, которые готовы работать над собой, которые готовы принимать те грани, которые для них еще не открыты, недоступны, но они понимают, что это есть, они это не отрицают. Они не идут в те моменты, когда перегораживают себе определенные этапы самого развития, своего развития. А пробужденность, наверное, я бы назвала это как раз тем, что когда к тебе приходит понимание, кто ты есть, когда к тебе приходит понимание, что вокруг тебя есть, когда к тебе приходит понимание безоценочности и чувство важности не имеет абсолютно никакого значения в твоей новой жизни. И очень многие люди, ну, по крайней мере, с которыми я общалась, да, они останавливаются на этой стадии, на стадии пробужденности. И я понимаю, почему это происходит, потому что ты находишься в таком благостном состоянии, из которого не хочется выходить. То благостное состояние, когда ты можешь видеть определенные моменты уже с другого ракурса. И это прекрасное чувство, и, наверное, каждый на этом этапе готов задержаться на какое-то время. Кто-то на достаточно длительное, а кто-то идёт дальше. И очень многие мастера, гуру, не знаю, назовите их как хотите, которые говорят, ну что ж, вот они были такие пробуждённые, почему они умерли? Я бы, наверное, это не сказала, что они умерли. Я бы, наверное, сказала, что это был достаточно осознанный переход в другую плотность, в другую реальность, если хотите. И как раз, когда мы говорим о пробуждённости, когда есть понимание того, что происходит вокруг нас, пробуждённость — это, наверное, не просто вот это вот состояние, к которому большинство людей придёт. Но как я для себя определила стадию пробуждённости для меня, которую я бы так назвала, это когда ты растворяешься в определённой плотности, и ты понимаешь, что эта плотность — это есть вибрационное информационное поле. Когда ты чётко понимаешь, это даже не понимание идёт головой, да? Наверное, все это уже поняли, что я про голову здесь вообще никакой речи никогда не веду. Это именно та стадия, когда ты из информационного поля через тебя проходит та информация, которая нужна на данный момент. Либо тебе, либо своему окружению, либо тем людям, которым ты на данный момент помогаешь, можно так сказать. Это, конечно, тоже грубо, но тем не менее. И когда ты понимаешь, что ты можешь брать эту информацию из информационного поля, что ты и есть само это информационное поле, это другие ощущения, другие ощущения, когда ты на определённом этапе не хочется уже больше делать каких-то других шагов. Хочется замереть и быть в этом состоянии максимально долго, чтобы из него не выбросило. И на каком-то этапе, когда я не знаю, сколько это временной отрезок, правда, сколько это там было, месяц, три месяца, когда пришло осознание, что это не конечная точка, это именно та стадия, когда идёт переформатирование тебя, переформатирование самого себя, когда ты можешь с другого ракурса, другими глазами, другим восприятием увидеть то, о чём ты даже не подразумевал, что это вообще существует, что это вообще есть. И когда это осознание приходит, то тогда начинается новый этап, новый этап тебя. И ты понимаешь, что как раз вот эта стадия пробуждения, это как раз та стадия, когда ты можешь идти в следующую ступень, в следующий класс, в следующее познание. Но здесь, наверное, имеет место быть такой момент, что когда ты находишься в этой стадии, в стадии информационного поля, в стадии, когда тебе достаточно комфортно в тех состояниях, в тех ощущениях, в тех позициях, которые ты занимаешь. И когда приходит даже это понимание, что есть что-то дальше, например, у меня не было понимания, а куда двигаться дальше. Вроде бы как бы все есть, вроде бы везде есть эта информация, которой являюсь я. Но вот это вот чувство, что ты передал ту информацию, которая есть, и ты опять начинаешь опустошаться для нового, а где это новое взять, понимания тогда у меня на определенном этапе не было. И я очень благодарна, что на меня вышла дама, которая достаточно старше меня, я уже об этом говорила, и она как раз мне и подсказала ту новую тропу, то те новые возможности, те новые миры, если хотите так, куда можно идти далее. Но я могу сказать абсолютно точно, что если бы я не была в этом, в определенном состоянии, то я бы просто не смогла бы услышать. Я сейчас поясню, о чем я говорю. То есть смотрите, если, например, я ребенку, который в первом классе, начну говорить, что такое, начну ему преподавать или рассказывать, или разговаривать с ним о высшей математике, то он меня, скорее всего, не поймет. Не поймет, потому что в его мире этого нет. То есть он не понимает, как это бывает, как это осуществляется. То есть это вообще абсолютно не та информация, которая может для него усвоиться. И точно так же было и со мной. То есть на каком-то определенном этапе я бы не смогла понять и усвоить то, что она мне передала. Но эти знания были переданы как раз у меня на тот момент готово было мое сознание, мое, наверное, тело, мои вибрации, когда я готова была принимать с собой информацию. То есть если бы мне этот человек сказал, что вот нужно идти туда-то, туда-то, нужно посмотреть то-то, то-то, нужно увидеть то-то, то-то, я бы не смогла это интерпретировать в свой мир. Я бы не смогла это услышать так, как она бы мне готова была передать. И только состояние, оно стало решающим. То есть то состояние, которое здесь и сейчас, не с той позиции, что здесь и сейчас я себя ощущаю в этом пространстве, как я себя чувствую, что со мной происходит. И там всякие вот это вот подобное поверхностное, поверхностные определения, это, конечно, не про это. А именно состояние здесь и сейчас, когда ты тотально погружаешься в себя, и ты идёшь через растворение в этом мире, именно в этом состоянии ты можешь другого человека воспринимать так же. То есть другой человек, что ты, что другой человек, все, кто находится в этом состоянии, это как раз про телепатию, когда говорят, что существует ли телепатия. Конечно, она существует, она всегда существовала, но у нас на сегодняшний день просто закрыты эти каналы по своим личным причинам, по определённым причинам, по тем причинам, которые происходили несколько тысяч лет назад. Чё есть? Почему нам эти каналы закрыли? И когда ты находишься в таком состоянии, не важно, сколько это будет человек, один, два, двадцать два, вы можете друг другу передавать эти знания, вы можете их передавать не так, как вот ты пойми, вот это вот существует. А эти знания, которые есть во мне, которые были в ней, она кусочек этих знаний, куда мне кидать, она просто их вложила в меня. И я стала этими знаниями. То есть мне не нужно было их где-то искать, мне не нужно было их, про них где-то читать и что-то слышать. Мне не нужно было интерпретировать своим умом, а что бы это значило. Я просто на тот момент стала этими знаниями, и тогда пришло чёткое восприятие самой себя, куда мне двигаться дальше для развития себя, даже не развития, а для раскупоривания, что ли так сказать, самой себя. И это абсолютно другие состояния, это абсолютно другие вибрации, абсолютно другие знания, которые я бы никогда не смогла передать их словесно, которые мне бы не смогли никогда передать словесно. И когда вот это вот состояние, я и эти знания во мне наступили, я очень чётко поняла, куда мне двигаться. И сейчас я точно так же понимаю, что в определенный момент у меня будет следующая распаковка следующих знаний и тех знаний, которые сейчас ко мне приходят на базе того, что мне передали. Это, наверное, достаточно интересно, что может вообще происходить с нами в этих плотностях. И если бы мы максимально знали бы, наверное, об этом, то многие вещи из нашей жизни бы просто отпали. Такие вещи, как какая-то банальность, например, обиды, такие вещи, как банальность важности, такие вещи, как банальность еды либо питья. Да, и про это я тоже могу сказать, потому что когда это уже настолько неважно в твоей жизни, и в твоей жизни становится неважным, ешь ты или не ешь, пьешь ты или не пьешь, сколько раз в день, в неделю или в месяц ты это делаешь. Не потому что ты натренировал так своё тело, а потому что у тебя на сегодняшний день настолько другая жизнь, настолько другое восприятие себя, своего мира, что этот аспект, он просто неинтересен в твоей жизни. И ты чётко понимаешь, что твоё тело абсолютно готово к такому образу жизни. Вот. Это, наверное, как раз… Про то, что такое пробуждение, вот, и про то, что у нас с вами настолько… Мы с вами настолько глубокие, мы с вами настолько непознанные, сами себя не познали. И у нас настолько обширный путь, куда нам можно стремиться, куда нам можно пойти, и он настолько интересен, он бесконечен. И когда я задела тему вечности, она же пришла как раз как следствие того, к чему я сейчас иду. И я могу сказать однозначно, что наше тело будет подстраиваться, не мы подстраиваемся под тело, то есть нам этот аватар в этой плотности дан для определённых вещей, для определённых действий, для определённых восприятий, чувствований и познания именно этой плотности. И пока, если мы готовы идти на саморазвитие именно в глубоком смысле этого понимания, на саморазвитие самого себя, то тело, оно будет перестраиваться под нас. То есть не потому, что мы там, ой, да, я хочу там подольше жить, просто хочу посмотреть, и что же будет дальше. Я не про это. Я как раз говорю про то, что когда мы открываем те каналы, которые у нас изначально есть как наши базовые настройки. И когда мы идём на открытие, на раскрытие всего этого, когда мы идём на глобализацию самого себя, и пока нам нужно быть в этой плотности, именно в этом физическом теле, это физическое тело будет абсолютно чётко подстраиваться под наш путь, куда мы идём. И не важно, сколько это будет, это будет сто лет, это будет тысяча лет, либо это будет сто тысяч лет. И наше тело как раз нам об этом говорит. Вы, наверное, все видели, что сколько бы мы ни поранились, да, у нас всё равно заживёт это, у нас всё равно затянется эта ранка. Мы все прекрасно знаем, что даже затягиваются достаточно крупные шрамы. Мы слышали не раз, но в моём обществе этого не было, чтобы я это наглядно видела, но, по крайней мере, слышала я это неоднократно, когда у людей начинают отрастать конечности. Это же не о чудесах, а это всегда нам такой звоночек, маячок, который мы, к сожалению, всё время оставляем на заднем плане и не начинаем интерпретировать. А почему так происходит? А действительно ли нам это дано? А если нам это дано, то как это раскрыть? А если мы можем это раскрыть, то это раскрывается, чтобы что? Для чего? Для каких дальнейших действий? Для каких возможностей себя? Что мы должны понять, чтобы это с нами произошло? И когда мы начинаем отвечать на эти вопросы, когда мы начинаем двигаться этим путём, то под нас как будто бы как дорожка, как кирпичики начинают всё это выстраиваться. Это очень интересный процесс, и именно этот процесс я сейчас стараюсь максимально передать тем людям, которые меня окружают. Чтобы, конечно же, чтобы идти вместе, чтобы я понимаю, к чему это приведёт, я понимаю, что нам это даёт. То есть у меня есть на определённом этапе картинка. На сегодняшний день я считаю, что она, конечно, конечная, но в дальнейшем я не знаю, что будет. Может быть, она ещё раз покоится, может быть, она ещё раз вернётся. То есть если, например, на начало ретрита я видела одну картинку, и мы это с ребятами обсуждали, мы это смотрели, мы это видели, то когда я обнулилась через этими знаниями, когда я ребятам рассказала определённые знания, то она как будто бы дополнилась, дополнилась теми пазлами, которых не хватало. И она стала более плотная, более полная, и настолько стала логичная, что по-другому и быть не может. И ты понимаешь, что это действительно так. И самое, что интересно, что когда я это вижу, люди, которые находятся рядом со мной, они тоже видят подобное, они тоже видят определённые вещи. И тогда ты понимаешь, что ты не один, а когда вокруг тебя, чем больше таких людей собирается, тем больше ты понимаешь, что быстрее ты сможешь сложить этот какой-либо результат. Я не буду говорить конечный, потому что я на сегодняшний день уверена, что у нас конечного результата-то нет. У нас настолько всё, оно уходит в бесконечность, что не факт, что какой-то этап – это то, что всё. Каждый этап – это переход к чему-либо. И в этом я сейчас абсолютно уверена. И именно поэтому я и делаю этимарфон. То есть многие вещи, конечно же, я не могу сказать в прямых эфирах, как мне говорят, слушай, вы не рассказываете. Но не могу я сказать в прямых эфирах. И так достаточно, наверное, сложно для определённой группы лиц я даю информацию. Если ещё буду выливать то, что есть сейчас, то это будет как бы нехорошо. Никто не виноват, что кто-то не идёт этим путём. У каждого свой путь. И это неплохо, нехорошо. Это просто факт. Это просто есть. Именно поэтому на марафонах, кто не может приехать на ретрит, то на марафонах я стараюсь передать им эту информацию. Конечно, на марафоне это немножечко не так, как вживую происходит. Но, тем не менее, я больше, чем уверена, по крайней мере, с ребят, которые проходят марафоны, читая их отзывы, больше, чем уверена, что они понимают, куда идти дальше. У них идут достаточно глубокие осознания и принятие из себя нового. Это очень важно. Добрый вечер. Привет. Это очень хорошо. Спасибо. Патите. Удряшка какая-то. Патя, не жуя. Что такое ребёнок-омбидекстр? Ребёнок-омбидекстр – это когда и правое, и левое полушария развиты одинаково, и для него без разницы, например, какой рукой писать, правой или левой. Ему без разницы писать поочерёдно руками, либо вместе он может писать и рисовать. Они абсолютно хорошо развиты оба. И как раз, когда я рассказываю про марафон, про депривацию сна, немножечко там заглянем туда, это как раз про то, что есть у нас не просто депривация сна, у нас есть не просто, когда мы не спим. У нас есть те состояния, когда мы спим либо правым, либо левым полушарием. И когда мы их оба развиваем, и вот как раз амбидекстры, они очень хорошо спят либо одним, либо другим полушарием. И у них нет такого перепада, если, например, вот я буду спать либо одним, либо другим полушарием, у меня будет понятно, например, я буду делать какую-то работу определённую. И у меня, если меня человек хорошо знает, он будет понимать, что каким полушарием, кой полушарий у меня сейчас отдыхает, на каком полушарии я сейчас сплю. По амбидексеру это уже не скажешь, потому что у него абсолютно гармонично развиты оба полушария. На ютубе вопросы закончили. Да, на ютубе пока вопросов больше нет. Ровно как и в зуме, я приглашаю всех тех, кто нас слушает, присоединяться и писать вопросы. Я бы хотел воспользоваться своим правом ведущего и задать вопрос от себя, если вы не возражаете. Я вот замечал, не хочется как бы со стороны говорить, но тем не менее, что частенько человек, когда достигает определенной степени, скажем так, просветления или чего-то, он переходит в описание своих состояний, своих ощущений, делает это взахлеб, всегда об этом говорит. И это можно сравнить с какой-то формой правления в стране. То есть есть тоталитарная форма, есть демократическая. И то, и то эффективно, я думаю, смотря для кого. Но у тоталитарной формы есть один изъян. Если вдруг что с правителем случается, то как бы вся система политическая может пойти по швам. И, соответственно, если человек, уже переходя с метафоры на реальность, допустим, говорит только о себе, о своих ощущениях, то есть он прогрессирует, безусловно, потому что он любит себя, свое тело. И в этом прогрессе есть и как бы ловушка, потому что он только остается в этом ограниченном самолюбовании. И чем больше он прогрессирует, тем лучше ему становится, тем больше он доволен, соответственно, тем меньше он прогрессирует автоматически. В то же время его тело, можно же представить, как тело всеобщего мира, что ли. И, соответственно, мировоззрение свое сместить с себя наружу, как бы, потому что там тоже ты. То есть другими словами, заканчивая свой вопрос, этот ресурс, он уже бесконечен, потому что, ну, например, что себя жалеть, когда есть кого пожалеть в этом мире, что за себя радоваться, когда есть за кого порадоваться, и так далее, и так далее. И вот на этом уже, на этом топливе, скажем так грубо, можно двигаться и развиваться. И в чем вопрос у меня такой? Во-первых, справедливо ли мое суждение? И, во-вторых, как бы, ну, в общем, справедливо ли оно? Все. Да, я поняла. Единственное, пишут, что почему-то YouTube висит. Не знаю, насколько это. Вот у меня тоже там просто кораблик стоит почему-то. Вот это первый момент. И второй момент. Возможно, я не скажу, что ты не прав. И не скажу, что ты прав. То есть для каждого, для определенного человека, для определенного состояния, возможно, это кому-то актуально, возможно, кому-то это его путь. Но у меня другой путь. Я не могу сказать за кого-то. Я могу сказать за себя. То есть если я буду говорить только о своем состоянии, я останусь в своем состоянии. И я останусь в своем состоянии именно вот это вот, в этом корявом слове автономия, да? У меня другое предназначение для самой себя. То есть я хочу, чтобы я была в таком же обществе счастливых, здоровых и раскрытых людей, раскрытых во всех апостасях. Это имеется в виду, что не только в этой плотности, но и в других плотностях. Ага, поняла, Андрей. Вот. И чтобы это сделать мне, я передаю не только свой опыт, но и как раз на марафонах и на ретритах я показываю ребятам, как перейти в подобные состояния, как не бояться оставить свои мысли, как не бояться не погружаться в мозг, который нас постоянно пытается расшатать из определенных состояний. И чем больше у ребят есть продвижения вот к этим состояниям, тем я, получается, я сильнее, тем я больше укрепляюсь в своем мире, тем больше я иду дальше. И я не как гуру, я не иду впереди, а за мной все. Давайте, ребят, за мной. Я иду наравне. То есть со мной идут такие же ребята, которые мне всегда могут дать поддержку своими знаниями, которые раскрываются в них. Понимаете, мы есть, каждый человек, который идет рядом со мной, он есть знание. Такое же знание, как и я. Только у меня знание там одного аспекта, у него знание иного аспекта. И когда, чем больше нас вот таких вот, тем больше мы складываем этот пазл цельности. И вот это как раз на сегодняшний день, как я считаю, это как раз и есть мое предназначение, чтобы максимально сложить этот пазл рука об руку с кем-то. Не чтобы они смотрели мне в спину, а чтобы мы шли совместно. Потому что, например, ни на марафоне, ни на ретрите у себя, по крайней мере, я не встречала ни одного человека, который бы что-то там недопонял, но который был бы менее информативнее или слабее меня в любом понимании, в любом контексте. То есть у меня настолько полные и глубокие люди, которые меня окружают, что просто у нас идет обмен опытом. То есть я им показываю свой опыт, а они меня дополняют своим опытом. И так получается в две стороны. Ты не можешь все время в одну сторону. То есть если ты все время говоришь про какие-то… Если кто-то говорит только про свои состояния, он в этом состоянии, все, он вступнет в этом состоянии. Но другой момент, когда кто-то говорит про свои состояния, не для того, чтобы сказать про свои состояния, а другой, например, один скажет, что он все время про свои состояния говорит. А, например, два, три, двадцать два других человека скажет, к этим состояниям я тоже буду стремиться, и начнёт их отлавливать. И тоже будет по маленьким шажочкам продвигаться к самому себе. То есть это же разно. Один человек видит это так, другой это видит так. И поэтому тут нужно посмотреть, а почему ты так поведел эту ситуацию? Я не знаю, ответила я на вопрос? Да, вполне. Тут пока. А вот вообще мысль, допустим, она в принципе навязчивая. Ну какая-то мысль, которая навязчивая, она превращается в некую идею, потом во флаг, и уже с этим флагом человек ходит, ходит, машет, машет. В принципе, у каждого человека есть свой флаг, я так думаю. И вот как избавляться, как выкидывать эти флаги, и тем не менее всё время обновляться и обновляться? Для этого какой-то совет может быть, или что-то, не знаю. Ну, всё очень просто. Когда мы убираем оценочность, когда мы не оценим, то есть что такое флаг? Когда ты несёшь свой флаг, какой бы он ни был, да, это говорит о том, что ты его считаешь правым, то есть ты его считаешь плюсиком. А если есть плюсик в твоей жизни, то обязательно будет неизбежно и минус. И когда есть плюс, тогда будет минус. Когда есть минус, тогда есть плюс. Когда мы убираем эту оценочность, когда мы убираем плюс и минус, когда мы убираем важность, тогда у нас какой может быть флаг? У нас флага не может быть. Тогда у нас идёт изобилие из самого себя, потому что ты и есть это изобилие, ты и есть эти знания. Вадим, добрый вечер. А у вас на данный момент что является вашим флагом, если вы уже Светлане задали этот вопрос? Вы ходите сейчас с каким-то флагом? Конечно. Я этих флагов замечаю за собой часто. Например, ну, да нет, даже вот тяга к просветлению, это, конечно, тоже навязчивая идея. Она вообще никуда тянуться, может, и не надо, потому что куда ты уже потянулся, там того уже и нет. Это как небо. Ой, это голубое, синее. Но если ты ткнёшь, там ничего нет и так далее. Ребят, приезжайте на ретрит, и вы все будете пробуждёнными. Потом придёт и просветление. Это однозначно, по-другому быть не может. А можно ещё отвечать на вопрос? Также Надежда, если я не ошибаюсь, амбидекстр это тот, у кого одинаково развиты левая и правая руки. левая и правая руки. Левая и правая, любая рука, они задействованы через нервную систему, через голову, через мозг. Поэтому я говорю, что когда развиты оба полушария, мозг, когда развиты оба, тогда, конечно, и левая и правая рука, они работают абсолютно одинаково, могут работать в одном режиме, могут по очереди, но они развиты одинаково. Но это зависит всё от левого и от правого полушария. Да, если есть вопросы, кто готов ответить? Сейчас я ещё посмотрю. На Ютубе нас просто на нескольких каналах сразу же ведёт. Светлана, есть ли взаимосвязь между едой и неидеальной чистотой в доме? В окружении глупенький, конечно, в окружении глупенький, конечно, вопрос, но он меня часто волнует. Благодарю. Ну, конечно, да. Это связано. То есть, когда ты, когда у тебя нет ничего лишнего внутри тебя, то, наверное, у тебя и снаружи тоже не будет ничего лишнего как такового. Но это очень связано, да. То есть, я, конечно, сейчас не смогу показать всю квартиру свою, но у меня вот так вот достаточно достаточно... Очень просторно у вас там. А? Очень просторно. Ну, кухня, да, просторная. То есть, у меня нет ничего лишнего. Я не люблю, чтобы у меня что-то было наложено очень много, чтобы у меня там много чего-то было. это не потому, что я всегда была такая. Это потому, что у меня со временем такой сложился образ жизни, наверное. Я люблю действительно порядок. То есть, у меня, если я к вечеру, у меня нет там ни одного стакана, ни одной ложечки, ни одной тарелочки, ни одной кастрюли, чтобы у меня на плите не останется. Ну, в крайнем случае, если там недавно свареная там еда для собаки. Вот. То есть, у меня будет вообще ничего лишнего, нигде лежать. Светлана, знаете, такой, я как-то помню, жил в общежитии, заходил в комнату и видел, знаете, вся стена увешана мелкими вещами, допустим. Он хоть, ну, человек собирает много мелких вещей. С одной стороны, кажется, все в порядок. На самом деле, кажется, и хаос какой-то от того, что их очень много. Я тоже не люблю, я больше как бы сторонник, как бы Икеи, что ли, мебели, где там все так просто и ничего лишнего. Ну, вот, я хотел спросить, и у меня тоже такой вопрос сам себе задавал, не нашел ответа, но что-то крутится на подсознание. Вот человек, который собирает много мелких вещей, вот, если говорить, если ответить сразу как бы на интуицию, вот, как вам кажется, вот, что можно о нем рассказать еще, помимо этого? Ну, если человек собирает очень много вещей, неважно, он собирает их, любит их, коллекционирует, либо обращает внимание на мелкие какие-то вещи, то он, как правило, не видит картину целиком, он, как правило, идет именно через какие-то уточнения, какие-то маленькие, вот именно маленькие-маленькие аспекты, он считает, что из каждой капельки можно там собрать океан, но когда ты не видишь картину в целом, ты до нее не сможешь дойти, то есть ты будешь идти по осколкам и даже не поднимешь голову увидеть, что она вложит. Друзья, задаем вопросы, у кого какие есть вопросы, не стесняемся. Светлана, еще раз добрый вечер, доктор из Чехии. А вот вы озвучили сегодняшнюю тему пробуждения как начало пути, а могла бы вы в нескольких словах посоветовать или сказать, какие шаги необходимо здесь присутствующим сделать на пути к пробуждению или какие-то рекомендации или какие-то техники или наоборот, что не делать, чтобы прийти к пробуждению. Я же их говорила уже не один раз, они все очень банальные, очень поверхностные. Мы просто любим какие-то техники такие, чтобы, знаете, в 4-15 ночи приехать там куда-нибудь на пушку леса, сесть на шпагат, обязательно в розовых трусах с голубыми шлёпанцами. Нет, это намного проще. Когда ты изначально, когда ты начинаешь убирать оценочность, это, наверное, наш камень преткновения, когда мы всё, то есть, когда у нас есть оценочность, у нас есть ярлыки. Когда у нас есть ярлыки, мы под этими ярлыками не видим сути. И когда мы убираем оценочность, сначала это делается механическим путём. То есть, если ты что-то видишь и начинаешь так, а, этот вот так вот сделал, ты сразу же себя начинаешь отлавливать и говоришь, ну, сделал он. Но это не хорошо и не плохо, это просто факт. Это просто свершившийся факт. Потому что, когда мы начинаем его поступки, кого-либо, поступки интерпретировать в какую-либо сторону, нас всё время откидывает назад. Потому что мы же начинаем интерпретировать те поступки, которые он уже совершил. И мы находимся большую часть своего времени в прошлом. А когда мы находимся в прошлом, у нас не существует будущего. Потому что будущее может исходить только из момента настоящего. И вот чем больше мы начинаем выходить в интерпретацию чего-либо, мы тем больше начинаем жить в прошлом. Мы там привыкаем жить, нам там комфортно. Мы начинаем там рефлексии это вообще входит в образ жизни, что что я сделала не так, а почему я это сделал, а для чего мне это нужно было. То есть мы не видим тонкой грани, когда это нужно себе рассказать и вернуться в настоящий момент. Мы начинаем там жить. И мы живя в прошлом, мы никогда не можем находиться, у нас никогда не будет будущего. И поэтому на подсознании мы это очень хорошо чувствуем. И тогда мы начинаем придумывать себе будущее. А это будущее чаще всего, ну, в процентах в 70-е не случается то, что мы придумали. И мы идём в разочарование, и чтобы эти разочарования как бы не повторились вновь, мы опять выпрыгиваем в прошлое. И нас опять нет в настоящем моменте. Так я объяснила. Да, значит, первый шаг убрать оценочность, сравнение, по всей видимости, не возвращаться в прошлое. Вот три конкретных шага. Очень классно. Спасибо большое. Ну, а как убрать оценочность? А просто себя постоянно вылавливать, когда вы начинаете оценку какую-то делать, даже самому себе, не обязательно это кому-то. Даже вот я что-то там сделаю, я вот это вот сделаю. А потом, вот как только чувствуете это, сразу же отлавливаете и себе просто повторяете, это не хорошо и не плохо. Хорошо и плохо это критерий вашего социума, в котором вы живёте на данный момент. И поэтому это не может быть хорошо или плохо, это просто один из ярлыков, которые вы вытягиваете наружу. Потому что когда вы убираете оценочность, когда вы говорите это не хорошо и не плохо, это просто факт. То есть, например, не знаю, на какой-нибудь поляне зожников, сыроедов, если кто-то приедет и начнёт при них есть мясо, они скажут о, это же какой кошмар, он есть труп, там он сейчас будет гнить, с ним ещё что-то будет происходить. И в их мире он плохой. А в своём мире, например, он живёт в самом обычном среднестатистическом обществе и ходит в качалку, где ему говорят пять раз в день мясо, чтобы мышечную массу накачать, набрать, а потом её перекачать в то, что ему нужно. и для его мира, в его мире это хорошо, то есть просто не сошлись две оценочности, а по факту что было? А по факту он просто ел определённый продукт, но его навешали с двух сторон различными ярлыками, ярлыками хорошо и плохо, основанными на точно таких же оценочных знаниях. и получилась у нас сплошная оценка, а факта никто не заметил, а факт был просто, что человек ел и всё. Дмитрий как-то резонирует к тому, что вы говорили до этого, он пишет, что делится своими мыслями, это скорее не вопрос, но тем не менее основная проблема автономов в том, что они не знают, куда идти дальше, чуть увеличилась осознание и всё, не понимают, что это одна тысячная пути, дальше пути не знают. Урина сознания спикера, да, а действительно, если так подумать, как будто бы куда-то надо идти, вы согласны с тем, что наш путь куда-то ведёт, надо куда-то именно идти, да, это направление какое-то, духовность, да. Ну, я как раз, да, об этом и говорила, что мы не можем стоять на месте, то есть, когда мы стоим на каком-то месте, это в любом случае идёт деградация, то есть, стоя на месте, это всегда вниз, и когда ты идёшь на распаковку себя, ты идёшь на углубление себя, на расширение себя, и это действительно нужен путь. Я не знаю, может быть, Дмитрий не с самого начала слушал то, что я говорила, а может быть, он так услышал, как бы, но возможно, если у него есть какие-то свои рекомендации, то я бы, конечно, с удовольствием послушала. Но у меня пока такой путь, я его только так вижу. Другого пути я на сегодняшний день не осознаю. Возможно, он есть ещё какой-то другой. Но сейчас я иду на клеточный, на осознание именно клеточного уровня, на межклеточное пространство, на распаковку именно то, что есть в нашей клетке, потому что там целая вселенная. И как раз иду к этому и с ребятами. То есть и ребята у меня, которые рядом со мной, они тоже это всё видят, потому что это не секрет, это то, что есть в нас. И это такие, когда ты это начинаешь видеть, когда ты начинаешь это чувствовать, то ты понимаешь, что насколько это всё, насколько большая глубина каждого, каждой частички самого себя. И это великолепно. Ну, но я хотел ещё спросить у вас такое. У меня как-то было такое ощущение, я представил так называемый духовный путь, как если бы скалолаз сбирался на такую прямую-прямую скалу. И вдруг камера отъезжает всё дальше и дальше, и видно, что человек уползти очень как долго, и в то же время он прополз очень как много. И вся эта картина, она показывает, что это всё очень хрупко. То есть человек может как доползти, может грохнуться с этой высоты неминуемой. У вас нет такого ощущения, что вы свернётесь, что вы вернётесь обратно, что вы как бы... Нет ли страха такого? Или вы уже в состоянии абсолютного благополучия? Нет, страха нет, но если такое случится, что я вернусь обратно, это просто случится. и всё, это просто будет факт. На сегодняшний момент мне интересно именно то, куда я иду. Но ведь когда вы вернётесь обратно, там возникнет оценка. Уже в момент возвращения вы уже не будете оценивать это просто как факт, а будет рефлексия, будет выживание. говорим о том, чего не существует. И пытаемся там уже какой-то образ сформировать. В несуществующем сформировать несуществующий образ. Дмитрий советует посмотреть за своими неосознанными движениями, то есть во время разговора, наверное. Растолкуйте, пожалуйста, поподробнее, интересно, что они означают, эти движения и так далее. Потом напишите нам. Вот я, наверное, отвечу Дмитрию. То есть я тоже я очень у меня же два психологических образования и я смотрю, я в том числе и по жестам тоже людей какое-то время я работала и распознавала. Но здесь, наверное, другой момент, когда человек видит полкартинки и начинает делать выводы из чего-то. То есть возможно, он делает вывод, потому что я так сижу. Но он не знает, я так сижу, потому что у меня вот здесь лежит кот и мне некуда деть руку. И чтобы она у меня не ходила туда-сюда, я ее просто держу, чтобы на кота, он у меня маленький еще, чтобы на него просто не навалиться. Вот. Это, наверное, ответ Дмитрию за неосознанными действиями. И когда мы начинаем человека по своим знаниям, который у нас есть, начинаем интерпретировать по его жестам, это всего лишь, я вам открою маленький секрет, это всего лишь 10% того, что вы можете увидеть. Потому как многие моменты бывают такие, которые мы не знаем. Это то же самое, что когда я разговаривала с девушкой, она все время вот так вот закрывала рот и что-то там делала. я думаю, ну все, точно врет. Ну это в прошлой моей жизни, так сказать, да? А у нее получилось просто, она ходила на косметический салон и ей неудачно сделали определенную процедуру с кожей и где губы, потому что она достаточно нежная кожа, получилось так, что сожгли. И вот она постоянно их как бы крем помазала и постоянно вот так вот сидела и потихонечку вбивала, чтобы это было незаметно, чтобы не смущать меня, что она отвлекается. И в то же время делала свои процедуры. А я уже там целый мавзолей себе создала, какая она врунье, потому что она определенные жесты делает. Поэтому, когда вы смотрите за чьими-то жестами, мы не видим всей картины, мы не видим, что за ними стоит. И если человека мы знаем, если с человеком мы находимся напрямую, если с человеком мы общаемся и понимаем его образ жизни, кто рядом с ним, почему он так сидит, еще что-то, то мы уже по-другому начинаем реагировать. Мы тогда уже начинаем понимать, что то, что мы себе придумали, это настолько банально и смешно и не имеет места быть. Поэтому здесь, наверное, немножечко по-другому. Зачастую, даже зная о человеке, все равно трактуешь по-своему, потому что это неизбежно, потому как эта искаженка, она доходит до тебя в искаженном виде почему-то, потому что ты пропускаешь это через свой приемник, а твой приемник это твой приемник. Поэтому как ни крутить, человек частенько, я, например, ошибаюсь, когда пытаюсь понять, что человек хотел, сказал, или сделал не так, или еще что-то. Это такая оценочность, то, что мы с вами говорили. Потому что когда оценочность уходит, тебе уже не надо будет его в свои шаблоны загонять, в свои шаблоны тех знаний, которые у тебя есть. А он это сделал вот потому-то, а он это делает вот потому-то. То есть когда нет оценочности, тогда просто он это делает, неважно почему. Когда нет оценочности, у тебя нет маски, тебе незачем от кого-то что-то скрывать. А когда тебе незачем от кого-то что-то скрывать, то тогда люди, которые находятся с тобой в твоем поле, они через какое-то время тоже снимают эти маски. Как бы им тогда для чего скрываться, если перед ними все открыто. Справедливо. Я как-то посетил зоопарк, увидел там животных в клетке, они все разные. Потом вернулся домой и как раз подумал о том, что действительно ты же не будешь предъявлять волку за его зубы, а козлу за его рога, собственно говоря. В общем, после этого я стал терпимее относиться даже к людям. Да. У нас Максим поднял руку. Максим, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Максим? Пока Максим собирается, я отвечу на пару вопросов еще на Ютубе, потому что у нас на нескольких Ютубах сейчас транслируется. Здравствуй, Светлана, у тебя на лице есть косметика? Очень хорошо. Нет, косметики нет, я не могу пользоваться косметикой, потому что, во-первых, я не умею, я правда не умею краситься, вот такая вот у меня есть особенность меня. Я пользуюсь только определенными кремами только одной фирмы, это моя подруга их производит, и у нее они только на определенных компонентах, которые я могу наносить себе на кожу, и то это бывает не всегда. вот. Пишут, что зависает интернет, я хочу обратиться в техническую службу поддержки и попросить вас принять меры к этому. Да, сегодня у нас что-то, да, пишут, что виснет эфир. Ну, если вопросов нет, то я вас на сегодня покину, потому что я бы хотела не быть, или Максим подключился, да? Да, Максим. как вы сканируете клетку или как вы понимаете? Ее не нужно сканировать, ты просто входишь в определенное состояние, когда в определенное состояние, это когда ты отключаешь мозг, так скажем, да, убираешь мысли, и ты углубляешься внутрь себя, и ты ее видишь, но в открытом эфире я просто не смогу это рассказать, просто элементарно, потому что мы к этому с ребятами готовимся два дня, только на третий, на четвертый день мы заглядываем в клетку. То есть есть уверенность, что это информация с клетки или взаимодействие? А вы сами это почувствуете? Каждый же сам видит? У вас же чувствительность не делается, вы сами очень четко определяете, есть это или нет. Я просто показываю определенные этапы, которые вы потом делаете самостоятельно. Да, при мне, в моем поле, в поле ребят, которые есть огромное желание, и когда это происходит, и начинают делиться друг с другом, то уже нет понимания, что это неправда. То есть есть понимание, что ты начинаешь постепенно идти к самому себе. И когда это идет распаковка тебя, то к тебе приходит же не только это, ты начинаешь видеть те моменты, на которые ты раньше не обращал внимания, потому что они были даже недоступны тебе в этой плотности, потому что ты их даже раньше никогда не замечал, а они всегда были рядом с тобой. Ну что ж, спасибо большое, Светлана, что были с нами сегодня. Сейчас, секундочку, у меня последняя. Светлана, мне срезонировала одна ваша фраза, когда вы сказали, что не любите это слово корявая автономия, могла бы вы пару фразами сказать, каким бы понятием или каким бы словом вы это заменили? Ну, если мы говорим о еде, то я просто говорю не едини. Мне кажется, что это самое простое, то, что есть, хотя многие говорят, не частичка, это какая-то тоже ерунда, но ты просто не употребляешь еду, и все. Но либо в моей сейчас жизни это слово практически вообще отсутствует, то есть я же не говорю и не ходим ни курения, ни курения. Если кто-то спросит, я же не скажу, что я там я просто скажу, говорю, я не курю. И я никогда не возникает той мысли, что если я употребила частичку не, то значит я завтра, послезавтра закурю. Я пробовала на определенном этапе курить, я поняла, что это не мой кайф, мне это не интересно, мне это невкусно, мне, ну, это не мое. Точно так же, как ты с едой. Что ты? Я не ем и все. У меня нет этого понимания, автонома какой-то. Светлана, относится ли это и к не спанию, и к не питью воды, потому что автономия подразумевает не ешь, не пей, не спи. Это относится и к депривации, и к не питью воды? К не питью это тоже относится, а к депривации это не относится, потому что я могу сказать, что я иногда сплю, то есть у меня сон не такой, как раньше был, то есть я могу спать там, я могу спать несколько дней подряд, я могу спать один раз в неделю, я могу спать один раз в два или в четыре дня, это будет, ну, например, ну, это мелкими перебежками минут по двадцать, по двадцать минут вот так вот, нет у меня таких, чтобы я там вырубилась и четыре часа я там вообще, все, у меня нет четыре часа. Такое бывает только, наверное, после дольменов, это бывает очень редко, а так, в принципе, у меня нет такого, что я никогда не сплю, у меня нет, я сплю иногда. Ну, вообще можно, и у меня пришла такая эврика, то есть можно убрать, в общем, все это заменить одним словом, словом автономия, и убрать с этого слова какую-либо оценочность, и все, все выигрыши. Так что, спасибо большое, Светлана, что были с нами, ждем вас в следующий раз с нетерпением. Спасибо огромное, спасибо за вопросы, спасибо, что приглашаете, мне с вами очень-очень приятно. Всего доброго.